В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, с вами Олеся Харлина. Как всегда, коротко о главном. Зачистки рынков от мигрантов-нелегалов добрались и до Рязани. Скупой платит дважды. Вместе со штрафом за отсутствие документов придется заплатить и за наличие других, фальшивых. Один убивает мать, чтобы не пилила. Видя, что его действия по нанесению телесного повреждения матери, результатов положительных к смерти ее не привели, он достал из-под ее головы подушку и накрыл ей лицо. Второй расправляется с приятелем за 15 тысяч рублей. Не знаю, вот в голове что-то у меня переметнуло, потому что я 4 дня пьянствовал. Третий и вовсе не помнит, из-за чего схватился за нож, что происходит с обществом. Обвиняемый у нас вообще молодой парень, ему 20 лет всего, причем свой 20 лет он уже довольно-таки много раз судимый, там 6 или 7 судимых сегодня. Главный вопрос, который буквально взорвал сайты и блоги, неужели для того, чтобы хоть кто-то открыто занялся мигрантами-нелегалами, нужно проломить голову полицейскому и показать это всей стране? Инцидент стал основанием для проведения зачистки на столичных рынках. За два дня было задержано более тысячи человек. Своей должности также лишился начальник полиции по району Очакова-Матвеевская. По данным главка, только на востоке Москвы в Иртышском проезде полиция задержала 1200 граждан Вьетнама и вывела 20 подпольных производств. В том же округе на Советской улице также были обнаружены нелегальные цеха и задержаны 200 нелегальных мигрантов из Египта, Марокко, Сирии, Узбекистана и Азербайджана. Участие нелегалов паспорта были с признаками подделки. У некоторых из задержанных имелось травматическое и огнестрельное оружие. Удивительно, что еще недавно чиновники в упор не хотели признавать наличие этой проблемы. Одним работа, другим хорошие откаты, третьим худо-бедно, а все-таки крыша. Такое чувство, что вагоны с людьми без документов буквально за ночь взяли да и привезли на рынки. Абсурд. И это мы говорим только о рынках, не затрагивая те же стройки, а то и целые микрорайоны столицы, где давно и основательно орудуют выходцы из Южных Республик. Профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства, прошли и у нас, в Рязани. Даже в присутствии сотрудников полиции и видеокамеры. Некоторые огрызаются на просьбу выбросить сигарету или показать документы. Проверим документы, отпустили, все отлично. Вопросы никаких. У нас времени нету. У вас времени нету? Да. А у нас время волнует. С пятой овощной базы ТПК на Шабульном было доставлено около 200 человек. Все лица доставлены, значит, уроженцы Республики Азербайджана, Таджикистана, Армении, Грузии. Все лица будут отдактилоскопированы, значит, проверены по всем базам учета, вот, проверена, значит, легальность получения паспортов, после чего будут приняты законы и обоснованные решения в отношении каждого. Кроме того, в этот же день сотрудники полиции выявили на рынке факт незаконной продажи алкогольной продукции, изъято 70 литров спиртного. Было обнаружено заведение, которое осуществляло реализацию алкогольной продукции, значит, граждан, которые приехали закупить товар, либо которые там работают. Значит, в ходе проверки документов не оказалось на алкогольную продукцию, вся продукция была изъята. В общей сложности стражи порядка выявили более десятка нарушений, в том числе в сфере миграционного законодательства по линии безопасности дорожного движения и реализации алкоголя. Уже не первый случай в нашем регионе, когда конфликты детей и родителей заканчиваются летальным исходом для одной из сторон. Несколько дней назад Рязанский областной суд назначил 14 лет лишения свободы мужчине, который расправился с престарелой матерью. Взаимоотношения в семье были, мягко говоря, натянутыми, взгляды поколений часто расходились, что с другой стороны не мешало вместе пить. Несмотря на преклонный возраст и инвалидность, женщина участвовала в общих застольях. На теле погибшей эксперты насчитали два десятка серьезных ударов. Таким образом, сын решил припомнить все старые обиды. При этом он понимал, что мать находится в беспомощном состоянии, что она убежать от него не сможет, оказать ему какое-то сопротивление она тоже ему не сможет. Далее, видя, что его действия по нанесению телесных повреждений матери, результатов положительных к смерти ее не привели, он достал из-под ее головы подушку и накрыл ей лицо. Суд установил, что в момент совершения преступления подсудимый действовал осмысленно, целенаправленно и последовательно. Об этом свидетельствует и попытка уничтожить следы преступления. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Вопрос, что толкает людей на преступление, видимо, так и останется риторическим. Весной этого года в пьяном виде для проверки документов сотрудниками полиции был остановлен 30-летний резанец. Тогда стражи порядка еще не знали, что в их руках оказался подозреваемый в убийстве. В мае этого года в доме на улице Бирюзова был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Фактически его сильно избили. Соседи вспомнили, что накануне погибший пришел не один. Он понимал, что он убил, он пояснял о том, что в тот момент, когда он причинил все эти телесные повреждения, когда окончил нанесение ударов, уже человек не подавал признаков жизни. И он, когда уходил из квартиры, он конкретно пояснил, что тот уже был мертв. Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за кражи и грабежи. Ситуация с мигрантами в России давно непростая. Осуждаем ли мы тех, кто позволяет им открыто въезжать в нашу страну без документов, или жалеем самих приезжих, оказавшихся в трудовом рабстве, все это подтверждает главное. Нелегалы становятся непомерной ношей для государства. Не успевает казна, а в первую очередь наши граждане заплатить за въезд, как необходима круглая сумма за вывоз тех же самых гостей. Что говорить, болезнь запустили, а потому и лечить необходимо экстренно и усиленно. Но пока здравомыслящие чины еще пытаются бороться, некоторые, напротив, сами потворствуют нарушению закона в рядах приезжих. В производстве московского МСО находилось любопытное уголовное дело в отношении уважаемого предпринимателя, который давно занимается строительством и ремонтом различных объектов. Понятно, что без дешевой рабочей силы в первую очередь в лице приезжих не обошлось. Для справки скажу, оформить патент, дающий право работать одному мигранту, стоит в среднем 30-40 тысяч рублей. Так предприниматель в сентябре месяце нашел пять граждан Республики Узбекистан, при этом заключив с ними срочные трудовые договора, но не оформив необходимые документы, которые составляются в управлении Федеральной миграционной службы о разрешении данных граждан на работу на территории Российской Федерации. Только у двоих приезжих был патент на работу с физическими лицами, с юридическими ни у кого. За подобное нарушение закон предусматривает от 250 до 800 тысяч рублей штрафа за каждого нарушителя. Предприниматель получил по минимуму, но в общей сложности сумма получилась приличная – 1 миллион 250 тысяч рублей. Но это, как ни странно, не только не научило, а скорее подхлестнуло к другому правонарушению. В арбитражном суде он до последнего рьяно защищал подготовленные фальшивые документы. То есть были оформлены эти граждане на другую фирму. А у него они работали по суд подряду, то есть являлись не его гражданами. Данный документ он предоставил в арбитражный суд с жалобой. В судебных заседаниях подтверждал свои показания, то есть поддерживал предоставленные документы. Но в последующем, когда привели человека, на который была оформлена эта организация, и свидетель пояснил, что директором данной организации она не является, и этих граждан она тоже не знает. То есть ей вообще было оценено, что эта фирма фактически она как бы однодневка. Данный гражданин обратился с явкой с повинной в управление Федеральной службы безопасности. И правда, скупой платит дважды. Миллион 250 тысяч за отсутствие документов, плюс 55 тысяч как раз за наличие других фальшивых. Эту криминальную историю о том, как один приятель до смерти избил другого за плохую память, мы в эфир уже давали. Напомню, в сентябре 2012-го житель села Александрово занял 15 тысяч рублей у знакомого, а вот отдавать не спешил. Несколько месяцев обвиняемый взывал к совести, но все впустую. Сегодня мы располагаем кадрами следственного эксперимента и подробностями расследования. Это все больше задевало обвиняемого, с чем он уже взял черенок от лопаты и начал наносить им множественные удары по голове, туловищу. Понимая, при том, что удары наносят жизненно важные органы. Дело находится на завершающем этапе. Вот, осталось дождаться одну экспертизу психолого-психиатрическую на то, вменяем, не вменяем данный гражданин и вообще в момент совершения описанного преступления находился ли он в состоянии аффекта. По словам мужчины, он хотел только наказать за пустые обещания и получить свои деньги обратно. Приятели в очередной раз договорились о встрече, но задержанный не выдержал и приехал раньше. Услышав старую песню о финансовых трудностях, не на шутку разозлился. Я, наверное, взял палку. Я просто не помню. Ну, вот такой раз, пять ударил, ну и все. Взял палку, бросил, а я, по-моему, сюда перевыкинул. Четыре раз пять. На допросе было раз восемь. На первом допросе было пять-шесть раз, но я сейчас просто точно не помню. Ну, куда били? Вот, вот, и все. По голове били? Я не видел, я просто, я не помню сейчас, я не видел. Окончательного приговора пока нет, но, судя по всему, у мужчины будет время и подумать над своим поступком, и вспомнить детали. Причиной возбуждения еще одного уголовного дела, которое было в производстве следователей Рязанского МСО, тоже стал алкоголь. Место трагедии – Стражиловский район. Из-за чего именно произошел конфликт, теперь и не вспомнить. На оперативном видео молодой человек, в котором он не сразу признает злоумышленника. Подробно показывает, где пили, где начали драться. Обвиняемый у нас вообще молодой парень, ему 20 лет всего. Причем, в свои 20 лет он уже довольно-таки много раз судимый. Там, что-то шесть или семь судимостей у него. Прежние судимости были условны, и на момент совершения преступления молодой человек, согласно предписанию, должен был находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра. Об этих огрехах законодательства уже умалчиваем. Понятно, что по факту к каждому хулигану проверяющего не приставишь. По словам задержанного, погибший первый развязал конфликт. От сильной обиды он и схватился за нож. От многочисленных ударов по горлу и в туловище приятель скончался на месте. Обвиняемый понял, что совершил, вызвал, конечно, скорую. Изначально пытался ввести в следствие заблуждения, но в слаженной работе оперативных и следственных работников преступление удалось раскрыть, и обвиняемый был задержан. Согласно статье, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Знание закона обычно прямо пропорционально выгоде, которое ожидается, если его нарушить. В производстве отделения по расследованию преступлений в сфере экономики и следственного управления у МВД находилось дело по факту хищения аккумуляторов с грузовых автомобилей. С ноября по январь водители не досчитывали скомплектующих, причем кражи совершались в разных районах города. В первую очередь полицейских интересовали пункты приема металлов. В конце концов следы обнаружились, а вскоре был задержан и сам делец. Отрицать вину при наличии шести аккумуляторов в багажнике было непросто. На протяжении расследования вину так свою не признал, несмотря на весь комплекс проведенных мероприятий и получение достаточных данных, позволяющих ему предъявить обвинение. Как бы неофициально он пояснял, что просто были нужны деньги и, осуществляя данные действия, он видел возможность быстро и в короткий срок получить определенную сумму денежных средств. По словам следователя автомобиля, злоумышленник выбирал заранее. В первую очередь вниманию достаивались неохраняемые автостоянки. Кстати, тем, кто промышляет продажей лома, тоже не стоит терять бдительность. Фактически предусмотрена уголовная ответственность за помощь в осуществлении сбыта, либо приобретение ранее похищенного имущества. Но если, скажем, невозможно доказать факт того, что лицо было осведомлено, естественно, здесь не рассматривается вопрос об уголовной ответственности. Вместе с тем, всегда надо забывать, что помимо уголовной у нас существует еще административная ответственность. Для начала не стоит хотя бы самим давать повод себя обокрасть или обмануть. Итальянский ученый Леон Батиста Альберти еще в 15 веке сказал, печальная судьба сваливается не с неба, а рождается от человеческой глупости. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин